Федеральные власти, но хочу начать не с этого. Хочу начать с позора местной власти, региональной, по вчерашним событиям, когда вчера выйдя на пикет, показать волю трудового народа членам правительства Российской Федерации, которые приехали вчера к нам в гости, нас вероломно, как врагов народа, предателей, скрутили, запинали, затащили в автобус, ну, передвижной пост милиции, пытались сфабриковать административные и уголовные дела, ну и чего в них? С этим не вышло. Все это, уважаемые товарищи, показывает фарс, позор, ублюдочность той политической системы, которая у нас с вами существует. Отсутствие демократии, отсутствие свободы слова, отсутствие свободы волеизъявления и прямой выборности. Для чего это было сделано? Давайте с вами задумаемся, сами себе зададим вопрос. Да просто губернатору невыгодно показывать перед членами федерального правительства те проблемы, чтобы мы показали реальное положение дел. Сергей Иванович пытается создать фарс и образ, иллюзию того, что у нас в городе Ульяновске все хорошо. То, что у нас открываются школы, то, что у нас расцветают парки, то, что у нас красятся фасады. Это все бутафория, мы с вами знаем. Нужно снять весь этот занавес, и за этим занавесом мы увидим, что в прошлом году были закрыты 18 школ по области, только одну, две из них мы смогли отстоять с вами. Закрыты профтехучилища. То, что недостаточно средств в бюджете на заработные платы учителей, зато хватает средств на проведение саммитов, на проведение фейерверков, торжеств, праздников и так далее. Губернатор не хочет признавать то, что регион находится в тяжелейшем положении. Даже президент Медведев Дмитрий Анатольевич на своем выступлении на съезде Единой России признал, что страна находится в разрухе, то, что в аппарате в правительстве коррупция. Правда, он не признал то, что ничего с этим он, как президент, за это время сделать не мог. Поэтому, уважаемые товарищи, еще раз. Сегодня мы... нам не утерли нос после вчерашних событий. Нас не запугали. Может быть, кто-то думал. Они думали, что нам свернули руки, и мы, как щенята, забьемся в свои конуры. Неправда. Не дадим развалить нашу страну. Не дадим растащить по кускам. Не дадим разрушить предприятия. Мы за себя, мы за народ, за трудовое население страны. Следующее слово предоставляю Смехнову Борису Сергеевичу. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...